Гармоническим человеком Эраст Петрович стал себя считать с того момента, когда достиг первой ступеньки мудрости. Произошло это не поздно и не рано, а в самый раз, в возрасте, когда уже пора делать выводы, но еще можно изменить планы. Самый существенный вывод, извлеченный из прожитых лет, сводился к предельно короткой максиме, которая стоила всех философских учений вместе взятых – стареть это хорошо. Стареть означает созревать, то есть становиться не хуже, а лучше, сильнее, мудрее, завершенней. Если же человек, старясь, ощущает не приобретение, а потерю, значит его корабль сбился с курса. Продолжая морскую метафору, можно сказать, что риф и пятидесятилетие, где мужчины так часто терпят крушение, Фондорин миновал на полных парусах с развивающимся штандартом. Правда, чуть не взбунтовалась команда, но обошлось. Попытка мятежа произошла как раз в день полувекового юбилея, что, конечно, не было случайностью. В сочетании цифр есть безусловная магия, не чувствуют ее лишь люди, начисто лишенные воображения. Попытка мятежа. Взор Мафусаила был мутен, с подбородка свисала нитка слюны. «Надеюсь, я не доживу до такого возраста», — подумал Фондорин и внезапно понял, что испугался. А еще больше испугался того, что мысль о старости его испугала. Настроение было испорчено. Он ушел к себе в номер перебирать нефритовые четки и рисовать на бумаге иероглиф «Старость». Когда листок покрылся изображениями символа «Старость» во всевозможных стилях, проблема разрешилась, концепция выработалась. Мятеж на корабле был подавлен, и Раст Петрович поднялся до первой ступени мудрости. «Жизнь не может быть спуском, только подъемом, до самого последнего мига. Это раз». В часто цитируемой пушкинской строфе «Летят за днями дни и каждый день уносит частицу бытия» содержится смысловая ошибка. Наверное, поэт пребывал в хандре, или же это просто описка. Стихотворение следует читать. «Летят за днями дни и каждый день приносит...» «Летят за днями дни и каждый день приносит...»